Рождённый позой летать не может, а сможет ли рождённый бегать, заниматься саббордингом. Саб, паддлбординг, сабсёрфинг, всё это по-русски гребля, стоя на доске. В общем, мы с Сашкой опытные гребцы и постоянно огребаем самых разных видов спорта, куда съёмся первый раз. С вёслами мы уже знакомы давно и даже были почётными гостями сборной России по академической гребле. Позже мы махали ручкой президенту, проходя в четвёрке по Москве-реке вдоль Кремля и даже покоряли карельское говнозеро. Несмотря на весь этот бесценный опыт гребли, сабборд стал для нас настоящим испытанием. Потрясающая природа здесь. Ну, посмотри, вот здесь вообще просто супер. Это, ну, парковка красивая, вот природа красивая, птички поют. На этой машине поедем красиво. Ну вот, друзья, мы в Завидово. И как вы думаете, зачем мы здесь? Завтра здесь пройдёт соревнование по сабсёрфингу, где мы с Александром попробуем свои силы в этих сумасшедше интересных соревнованиях. Итак, что такое саб и с чем его едят, мы узнали накануне заплыва. Сабборд — это иногда надувная, иногда карбоновая доска. Визуально похоже на ту, с которой сёрферы покоряют волны. Ходят на сабборде стоя и управляют им с помощью длинного весла. У нас сейчас будет знакомство с нашей доской. То есть мы идём и ещё не видели, что это за доска. Вот, и сейчас буквально через секунду случится наша встреча. Можно нам с моторчиком какой-нибудь? С моторчиком? Нет, это не то правило. Часто ли люди падают с досок в воду? Если хотят. То есть можно пройти всю дистанцию, не упав? Обычно так. Всё нормально. Поэтому тебе не нужно гидрик? Да. На самом деле вода холодная. Чем мягче кроссовки... Чем мягче кроссовки, тем уже баланс ощущается. То есть тебе надо будет баланс ещё помимо набок. Слушай, а у него стельки ортопедические, это как бы норм? Просто затекут стопы. Ну, вы не катались ни разу. Нет. Слушай, у меня дед катался на ней. А мой дед реально мог бы кататься на сабборде. Многие ошибаются, считая, что это современный модный вид спорта. На подобных досках ходили ещё древние аборигены Полинезии. Но саб был отнюдь не хобби. Досками пользовались во время охоты и даже для военных манёвров. Заострённой верхушкой весла убивали врагов. Но об этом чуть позже. Берём доска передо мной, рисунок, вот эти вот пульки. Вот так вот, вытягиваем вверх. Вот это вот, называется высота. Высота Нестерова. Это специально для гребли. Для гребли, вот так вот, да? Всё правильно? Подожди. Смысл в чём? Это то же самое, как вот я же пекарь, я пеку хлеб. У нас в пекарне вот так же кладутся вот так сюда вот, ну, тесто. И вот эта вот длина, вот эта вот длина, пекарская длина, она совпадает с длиной гребца. Да, но сапборд это не гребли, сапборд это серфинг. Подожди, ты сейчас когда высоту устанавливал, вот эту, ты не обратил внимания, у тебя она до середины была в песке. Соответственно, ты, мне кажется, ошибся. Это называется погрешность зерика. Это погрешность на неровный грунт. Правильно? Понятно. Да, да, да. Там есть небольшая эпсилонокрестность вокруг вот этого, да? Лопасти. Это же лопасть называется, правильно? А как это? Это черпак. Черпак, это у вас во флоте. Можешь побыстрее грусти? Я нет, я не могу. Блин, как будто с девчонкой приехал, блин, в завиду отдыхать. Мне что, в свою мужицкую силу врубить, чтобы мы могли. А ноги прямые или сутки? Ноги красивые, Саша. Что? По балансу лучше ножки поближе поставить, так ноги прям шире. Что же я специалист? Чем шире ноги, тем выше площадь контакта, тем лучше я чувствую гладь воды. Ну, и надо послушать инструктора. Первое, это учитесь у профессионалов. Ставьте технику спортивную, если вы хотите участвовать в гонках. Второе, это нужно чаще выходить на воду, тренироваться, тренироваться, систематизировать это все. И тогда прогресс будет быстрее. Прикол в том, что мы верхней рукой прямой толкаем, а нижней подтягиваем к себе. Сами вставай. Нельзя стоять вот это на коленях перед водой. Лучше встать носом, на волну переждать ее. По боковой обычно это сложнее. Ну, и тоже отрабатывать на тренировках баланс. Садитесь в коленках ниже. Надо присадить, чтобы центр тяжести чуть был ниже и легче было преодолевать волны или какие-то такие неприятные ситуации. Чуть-чуть надо просто в коленках сгибаться. Ветер, это надо тренироваться, чтобы уместно справляться. К сожалению, с первого раза будет сложно. Сейчас я пытаюсь принять решение. Завтра какую дистанцию выбрать? 6 километров? Это типа начальный уровень? Или же 12? 15 следующая дистанция? После 6, да, 15. А, 15. 15 это получается... Слушай, ну мы километр прошли хотя бы, нет? Нет. Чего? До России сап доплыл сравнительно недавно, а тем временем по всему миру на сапборде занимаются рыбалкой, сплавляются по горным рекам, занимаются йогой и даже путешествуют с животными. Есть что-то особенное и успокаивающее, когда ты находишься на воде. Я чувствую, меня тянет к этому. А когда ты прибавляешь к этому еще и компанию на собаку, все это превращается в волшебный опыт. Главное это слушать себя и свое тело. Когда ты будешь в гармонии, сап тебе подчинится. Новая доска? Это наша, мы сейчас на ней пойдем. Да ладно. Я ушла, сама пришла и с греблем. У нас там было все очень консервативно, строго. А здесь такой, скажем так, консенсус между серфингом, таким совсем расслабленным, расслабленным, и все-таки какой-то строгой греблей. И вот этот сап серфинг, да, когда мы здесь гребем, он сочетает в себе, скажем так, и какую-то строгость, но и вместе с этим свободу. Если для гребля нужно, чтобы был строго, одно место, где ты можешь тренироваться, ты приходишь в него каждый день, в одно и то же место тренируешься, то в сапе ты просто взял сап, погрузил и поехал куда хочешь. Вес надувных лодок для сап серфинга варьируется от 6 до 18 килограмм. В зависимости от размеров она может удерживать на плаву до 150 килограмм. Это мы и решили проверить с Сашкой. Я тебе сейчас погляжу. Не-не-не-не-не-не-не. Так, ты стоишь? Да. Так, я слева гребу. Давай я буду грести, чтобы развернуться. Я, прикинь, я чувствую, ну, тебя. Я тебя чувствую. Самое сложное, думаю, будет в одиночку. Вдвоем это вообще просто песец. Я чувствую, как будто он... Там лежал ломбады. Когда идешь 10 километров на жесткой доске, а на старборде 10 километров, ягодицы очень сильно потом болят. Потому что сидишь очень долго и вот как бы так. И есть еще недостатки. Быстро окисляются, забиваются руки и поясничный отдел. Потому что я грибы поясницей руками. Они быстро окисляются. И если я спринт могу нормально взять, то длинную как бы дистанцию мне как бы тяжело. Опора есть такая организация, некоммерческая. Она помогает инвалидам. Ну, мы там пытаемся как-то вытянуть людей из дома, собрать, провести открытую тренировку. Их у нас на грибном канале. Там согласовываются с Федерацией о гребле у нас. Нам дают бесплатный инвентарь, все. Ну, как бы есть сложности. Смотря какие у людей как бы нарушения. Если нет руки, ну, девочки и без рук гребли. Вот я прям по прошлому году помню. Было бы желание. Кто-то не выходил вообще на люди. Молодые девчонки там боялись. Не было принятия себя. Мы их вытащили. Они сейчас уже общаются, ходят на протезах. Как бы я радуюсь. То, что мне когда-то помогло. И людям сейчас это помогает. Ну, как бы я экспериментировал. Я привязывал коляску к доске. И просто на инвалидной коляске, когда не было протезов. В прошлом году я просто греб на коляске, привязанной к доске, к широкой доске, к надувасту. Ну, раз сапбординг действительно для всех, то и мы с Сашкой не смогли упустить возможность поучаствовать в ежегодном официальном соревновании Завидова Сап Челлендж, который проводит команда Сап Клаб. Мероприятие крутое, серьезная, а клевая организация. И гонка проводится при поддержке Федерации Серфинга. И имеет внушительный денежный приз. Короче, все как мы любим. Лыжную гонку без особых навыков, фактически встав первые на лыжи на гонке, мы уже бежали. Пора покорять новые вершины. Никто из нас ни разу не стоял на доске с веслом. Мы уверены, что у нас все получится. Ну, или мы покорим дно. Это Сашка, это Алешка. Привет. Сегодня... А, привет, камера. Здравствуй, камера. Мы сейчас идем на воду. Будем... Стоять на досках. И палкой так по воде. И лозить. Если ты хоть раз скажешь слово «гребсти», я тебе это... Стукну. Ну, не сильно. Ну, не гребсти. Ну, грести? Грести. 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 А это нормально, что девушка качает, а мужчина встает руки в боке? А что такого? Ну, ладно, извините. Это еда, да? Нет. Просто водичка? Да, водичка. Просто мы первый раз здесь. Нам сказали, что можно будет прям, ну, просто зачерпнуть воды и бить ее, нет? Ну, не надо. Не надо? Я только сейчас осознал, что у меня же в часах есть функция САП. И я сделаю сегодня тренированку. А, нет, короче, я нажму сейчас на САП и буду следить за своими показателями на дистанции. Ну, там скорость, страх, уровень стресса, вот это вот вся важнейшие жизненные показатели. Это важно. Сашка позаботился и взял нам водичкой. У себя он прикрутил на корму, а мне на нос. Не знаю, как он будет брать с кормы воду, потому что это, мне кажется, это сложнее. Да ну нахрен я в это вписался, блин, еще тут держать неудобно этот саквояж. О, моё. Все замерли, все, абсолютно все. Слышно, как летает муха. Марш! Пик популярности саборда настал в 60-е годы на Гавайях. Тогда на острова начали съезжаться тысячи туристов именно для того, чтобы словить волну. Но профессиональным видом спорта сабординг признали только в 2006 году. А начиная с 2012-го проводят ежегодный чемпионат мира. Ну, красиво, черт возьми. Очень красиво. Вдаль уходят бесконечные вот эти лодки-лодки. Шпалы-шпалы. Смотри, Сань, рука прямая, нижняя, а верхняя надавливает сверху, и все. Я так и делаю. Ну, ладно. А, а, едь, 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 быстрей. Это, конечно... Это кто? Это ты? Это я! Ну как? Ты красиво идешь. Как бог. Бог гребли. Короче, длина пестика водной магнолии метра не может превышать. Поэтому, учитывая то, что вот они здесь видны, можно нырять спокойно. Ну, купаться вообще не хочется, если честно. А силы уже на исходе. Кстати, слышите птицы? Это значит берег рядом. У меня дед моряком был. Вот эти все знания мне от него достались. Саш! Сколько километров? Четыре. Четыре километра. Ну, в общем, короче, четыре километра, и замерзли пальцы ног, и пару раз чуть не упали, потому что боковой ветер, боковая волна, конечно, нужно уметь это все держать. Вот, но я думаю, что в следующий раз на чемпионате мира, куда мы будем отбираться через пару недель, мы учтем все эти нюансы и, как говорится, покажем, что такое бег вреден. Сейчас я вам покажу, завидовав, какие здесь есть бунгало. Прямо со своим выходом к воде. Вот, видите? Шикардосина, да? Сашки что-то не видать. Нифига. Все, блин, упал вообще нормально. Прошла вот здесь лодка. На заднем плане плохо видно, но, в общем, очень мощная волна пошла, и я так как стоял не носом к волне, не перпендикулярно, а параллельно, меня начало вот так вот. Вот, воп, воп, воп. Значит, поднимайте, просто не удержал равновесия и шарахнулся. В общем, конечно, максимально неприятное ощущение, потому что вода супер холодная. Вот, и сейчас, получается, стою на месте, пытаюсь бутылки достать, вот, потому что все разлетелись. Одна улетела в одну сторону, другая в другую. Вот, вот бутылка из-под кока-колы. Сейчас вот ее надо отловить вот здесь. Ну, мусорить нельзя, просто все бумажки в кармашке. Короче, я решил бы дождать Сашку, потому что все-таки, ну, одному грести, конечно, очень грустно и неинтересно. Прикол в том, что прошел я этот, катер мощный. И он дал волну вот так вот, просто вот такую. Я не смог уже ничего сделать, ну, реально. Если у вас возникает желание проявить себя на доске с веслом, то крупнейшие саб-фестивали проходят завидово, причем два раза в год, весной и осенью. Еще есть заезд-заплыв в Ярославле. А еще на доску можно встать в Москворецком и Петровском марафонах. Правда, они изначально, по-моему, для каякеров. Есть еще чемпионат России, но это для профиков. Мы решили не размениваться на мелкие заплывы и сразу заявились на самые масштабные российские соревнования за видосап-челлендж. На эти соревнования могут заявляться как профи, так и бегуны, впервые вставшие на доску. На выбор три дистанции. Длинная на 30 километров, туда вас просто так с бухтой барахты не допустят. Короткая дистанция 15 километров и лайт на 6 километров. Доску не обязательно покупать, ее можно взять сразу перед соревнованиями в аренду. Хоть саббординг пока и не вошел в олимпийскую программу, с каждым годом профессиональных спортсменов становится все больше. Нашими соперниками стали сотни спортсменов из 43 городов России. На гонке присутствовала даже актуальная чемпионка мира по сабсерфингу Елена Прохорова. Да и вообще, на этих соревнованиях можно нередко встретить спортсменов мирового масштаба. Между тем, подходил к концу уже второй час нашей энергичной гонки. Пока мы подгребали к отметке 10 километров, финишировал первый спортсмен на нашей дистанции. А еще через полчаса финишировал Стас Черенов, со временем 2 часа 30 минут. А мы все еще на дистанции и финишный створ еще не виден. Но не беда, мы не сдаемся. Че-то сегодня у нас день нефартовый. После этого фееричного падения сабборда у Сашки тряслись коленки. Я грешным делом подумал от страха, но причина крылась в нервной системе Сашки, ну и его физической форме. Любое соприкосновение тела с нестабильной поверхностью, даже если вода ровная, на самом деле сейчас дует небольшой ветер, он постоянно создает вот такое колебание. Наши мышцы, мы этого можем на первом этапе, когда там и свежие не осознавать, они это обрабатывают, но в какой-то момент начинается утомление, в первую очередь утомление нервной системы, и в результате она просто перестает нормально реагировать уже на эту нестабильность, уже не готова. То есть ты словил переутомление, в первую очередь, нервной системы, не мышечной, и потом мышцы догнали и дали вот такую tremor-реакцию. А когда ты упал в воду холодную, это был просто финальный фактор, который мышцы еще больше спазмировал, и в результате как бы пошла уже, знаешь, такая, если так можно выразиться, мышечно-невротическая реакция, потому что нервное напряжение, хроническая перегрузка, много новых факторов, потому что ты попробовал первый раз практически сап, вот дало именно такую ситуацию. Вывод какой? На сапе даже если ровная вода и создается иллюзия такой стабильности, на самом деле нужно готовиться к этой нагрузке, особенно на длинных дистанциях, потому что в какой-то момент, когда нервная система выключается, то она может выдавать или судороги, либо треморы, либо просто, в принципе, потерю двигательного контроля, которая очень сильно лимитирует то результат, и все, приехали. Аплодисменты, Леш немножко устал, немного прыгнул, в доске охватился, освежился, и не спеша поднимается сюда. Мы встречаем Алексея, хлопаем ему, Алексей молодец, садим его медалью, ждем Александра. Самое главное, самое главное, я ни разу не упал в воду, с сухим пришел. Молодец, да, да, вот, вот, круто, вот, да, Витюня, да. Сейчас повесим на него, и дать, вот они наши ютуб-блогеры. Сасай, молодец. Да. Саш, я сделал это. Молодец, бросай доску. Дай пять. Да, бросай. Витюнечку, да. Молодец. А что, доска-то куда? Положи ее, в гримерку, в гримерку положи ее. По итогам гонки мы с Сашей отстали от победителя всего на два часа с копейками, но это не такой уж плохой результат, как говорит наш доктор. Ну, а если вы хотите бросить САП-вызов и побить наш антирекорд, то берите доски и приезжайте завидово САП-челлендж. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Чмоки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...